Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Из первых уст». К 120-летнему юбилею Габита Музрепова в областном русском драматическом театре Минниколая Погодина готовится постановка известного произведения писателя «Козы Корпеш» и «Баян Сулум». И вот сегодня у нас в студии режиссер-постановщик спектакля Батар Кулаев и исполнительница одной из главных ролей спектакля Ирина Пашкина. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, в целом, наверное, нужно сказать о том в начале нашего разговора, почему пришла вот такая идея, да? В принципе, этот спектакль поставлен был, да, несколько лет назад на сцене нашего театра. Почему сейчас вот пришла идея вновь осуществить новую уже постановку, уже с новым режиссером, да? Как пришла такая идея? Идея пришла не мне, а театру. Вот этот театр решил поставить. А меня пригласили в качестве режиссера, постановщика. Но мне была интересна эта история, потому что я ее раньше читал, поэму эту, в виде сказок, мультфильмов видел. И даже хотел побывать на этом месте, где тот памятник есть. И мою бабушку тоже звали Баян. Поэтому мне понравилась эта история сама. Может быть, я сделаю спектакль, посвящу памяти моей бабушке, дедушке своему. Да и сама история, мне кажется, прекрасная, чудесная, потому что все-таки здесь любовь – это самое лучшее, что может быть. И она очень сейчас необходима, нужна людям в такое, немножко заученная фраза, в непростое время. Когда были простые времена, такое ощущение какой-то тревоги есть в мире сейчас. И для этого равновесия нужны какие-то силы, добра, которые бы победили зло. А об этом душевном равновесии, наверное, будет этот спектакль. Но там здесь такая метафора, сценографию я делал сам. В сценографии у нас огромная такая луна, которая разрушена. Это такая метафора сегодняшнего состояния мира, общества. И мира, в котором живет человек, обуянный страстями и противоречиями. Вот это, наверное, произведение будет говорить о том, как важен мир и гармония внутри. Человек должен прийти. И, наверное, это чувство, любовь, наверное, есть единственное, которое нас может возвысить, наверное, над бытом, над суетой, над этим хаосом, который в мире есть. Может, это немножко пространно, я говорю, но просто я должен, наверное, говорить какими-то такими сложными метафорами, образами. Просто так сказать, чтобы спектакль о любви нельзя же, потому что это не такое простое произведение оказалось. Немножко напоминающий сюжет Ромео и Джульетта, но на самом деле, если внимательно прочитать, то не совсем он напоминает, потому что там исходные события не такое, как в Ромео и Джульетте. Все-таки это Карабай, Сарыбай, они поклялись друг другу в том, что они, если у них дети достигнут возраста 16-15, скажем, лет, они поженят их, они поклялись друг другу. Но клятва была нарушена. Вот в этом есть различия от Ромео и Джульетты. Там все-таки случайная встреча происходит у Ромео и Джульетты, и там кланы. Но это все-таки, если глубоко погружаться в эту тему, в этом произведении есть еще поиск Бога, который как бы люди и поступки говорят о том, что у них нет в душе гармонии, мира. И вот этот поиск смысла какого-то в жизни – это сверхсверхзадача спектакля, чтобы люди тоже подумали об этом. О том, что есть на свете какие-то силы, которые нам не подвластны, они существуют где-то вне нас. Что-то мистическое, да? Да, что-то вот. Да и сама любовь, мне кажется, является такой силой, до конца непонятной, непознанной. И это тоже есть одно из главных... Но это и самое главное в том, что в этом спектакле. Я думаю, что об этом более подробно скажет наша соседка. Кстати, Ирина уже в этой постановке другую роль играет, а предыдущая постановка, которую Ира осуществляла сколько лет назад, расскажи, ты тоже принимала участие в ней. Совершенно верно. Вот вы, Лена, говорите несколько лет назад. Я боюсь, что не несколько лет назад, прошло уже 20 лет. 20 лет с того времени, когда мы впервые поставили на сцене нашим «Казык Арпеш» и «Баян Сулу», участвовали в нескольких фестивалях, завоевали даже гран-при. Режиссером был народный артист Мамбетов. Помните, я, наверное, знаете такого. И вот там, на заре туманной юности, мне посчастливилось играть саму «Баян». И сейчас прошли годы, да, и я перестала быть Ирочкой, стала Ириной Владимировной. И роль поменялась соответственно. И роль, соответственно, да, из «Баян Сулу» переросла в мать Козы, которую зовут Мак Пал. Сказать, что я об этом жалею, нет, я нисколько об этом не жалею. Всему свое время, своя пора. Роль прекрасная, роль матери, которую раньше играла, допустим, моя большая подруга, мой наставник Людмила Николаевна Ванюкова. Представляете для меня, какая радость, какая честь нести эту эстафету. Надеюсь, что я ее достойно преподнесу зрителю. Ну и вообще участие в этом спектакле, да, у нашего уважаемого Баттера в постановке для меня большая честь. Потому что его заслуги трудно преувеличить. Все мы знаем, что очень успешный и профессиональный режиссер у нас работает. Очень со свежим, оригинальным взглядом, потому что я помню эту постановку, естественно. Да, вот как отличаются эти две постановки. Она была очень классической. С чем отличие? То есть костюмы, декорации, вообще существование на сцене было очень, чуть ли не документальным. То есть в самых лучших, самых махровых традициях театра. Это не было отхождений, да, от основной пьесы, скажем, никаких-то инноваций. Да, это была очень такая документальная, академическая постановка с сопками, с юртами, с реквизитом соответствующим тому времени, с бесконечно переменами костюмов. То есть это была такая эпохальная, скажем, постановка. Ну и сам режиссер был тогда таким. Сейчас я вижу более свежий, креативный, современный взгляд на эту постановку. Мы существуем практически без декораций. Это трудно, но это прекрасно. Это заставляет актера показать на все, что он способен, и не прячется за декорациями, за теми же юртами, сопками и так далее. Это всегда такая проверка некая для артистов, да, и для режиссёров тоже. Да, и для зрителей не отвлекаться на какие-то постановочные эффекты, да, а вот только зайдёшь на это. Да, я бы, наверное, скажу даже, да, что многие решения пластические там у нас есть. Это не совсем традиционная постановка этой легенды. Пластические в плане танцевария, хореографии, да? Да нет, больше пластики там нет. Массовые сцены, бои, то есть какие-то выразительные средства у нас при помощи пластических этюдов. Там танцев таких особых и нету. Нету, да? Нет, это больше пластика, потому что я сразу понял, что танцевать не надо, потому что для этого нужна очень долгая подготовка, нужна, и у нас нет времени на это, поэтому он больше с пластикой связан. Но она такая не вычурная, а то, что делает актёр, то, что у него хорошо получается, то это мы закрепляем. А то, что там нет декорации, потому что дело в том, что я как бы живу почти в Европе, можно сказать, в Петербурге, и влияние Запада очень сильное. Каково вот это влияние? Да, потому что... Именно на культуру, именно на... Восприятие культуры, сам город влияет. Театрами. Воспитание на культуре, сценографии, живописи, кино, театра. Я воспитан спектаклями Некрёшуса, Римаса Владимировича Туменаса, Марка Анатольевича Захарова. То есть, немножко особенно Некрёшус очень сильно повлиял. И его сын делал сценографию для него, для самого Эймунтаса. И вот эта вот школа литовская, она повлияла. Вот эта простота, аскетичность, мне это нравится. И большое увлечение моё японским театром. Просто одно время я так сильно много увлекался, что в конце концов я встретился с настоящими японцами. Я даже в кино снимался, и учился вместе с ними, и репетировал, и сделал несколько спектаклей. И потом японцам же их показывал. Очень интересно. Вот вы, кстати, упомянули Марка Захарова. Я знаю, что вы учились на курсе у него, у мастера. Да, я у него учился, да. Равно как и факультет Российской академии театрального искусства ГИТИС. Да, и, кстати, факультет наш отметил 100-летие недавно. Потому что многие не знают, что сама аббревиатуру ГИТИС придумал Севелот Эмильевич Мейерхольд. Он у нас тоже закончил актёрское отделение. Хотя он до этого уже ставил, был режиссёром. Потом он создал мастерские на базе ГИТИСа. И когда учебное заведение соединилось с мастерскими ГИТИСа, появилась аббревиатура. Это в 22-м году, в сентябре. И с этого времени режиссёрский факультет возник в ГИТИСе. Одно из мастерских, которое Севелот Эмильевич и возглавлял. Вот он задал тон. И вот он сделал революцию в театре. Он снял одежду сцены. Обнажил её, так сказать. И до сих пор её... Вот эти новшества, которые он придумал, они до сих пор в театре живут. И это тоже повлияло на воспитание, мировоззрение режиссёров, которые выпускаются... Сейчас это называется Российская академия театрального искусства. Но аббревиатура ГИТИС таки осталась. И в то время, когда я учился... Вот ещё тогда был жив Эймунтас. Не Крёшус, он привозил часто спектакли в Москву. Мы бегали, смотрели. Это какие годы, простите, были? Я закончил в 2004 году. Но до этого я учился на актёрском факультете. Тоже в ГИТИСе? Тоже в ГИТИСе, да. Я закончил потом на режиссёрском факультете. А в мастерской на актёрском? Актёрский факультет... Мастерская Владимира Наумовича Левертова. Но его сейчас уже нет. Те, кто просто учились в ГИТИСе, они знают. Потому что мы все друг друга знаем. У нас не так много мастеров. И на режиссёрском факультете, и на актёрском очень мало педагогов преподает. Батер Доржевич, но вы поставили ещё, помимо того, что ставите сейчас, спектакль на сцене театра драмы имени Погодина, ещё спектакль в Казахстане, не только в России. Что это за работы были? В каких городах? В Казахстане. Первая постановка-то была по Платону, в реке Патудань, в городе Кокшетау. Я им предложил, они удивились. У них не было Платонова. Мы сделали, потом показали. Местному театральному критику, к сожалению, не помню, это женщина. Очень известная театральная критика. Я посмотрел, постановка моя понравилась. Потом Бейбут Салаватыч меня пригласил. Я уже... Следующая постановка была, это в этом году «Тиль». Музыкальный спектакль. Там музыка была зацепена. И после «Тиля», «Ворота Росимон», тоже японская, по произведениям Кутагавы. И третья работа... Это все три спектакля я поставил за четыре месяца. Это был детский спектакль, кукольный проект. Потому что у них есть кукольное отделение. А я работал... У меня есть опыт работы в театре кукол. Знаменитый театр кукол «Сказка» на всю Россию. Ну, все кукольники знают этот театр. Мне понравились... Если бы я не видел бы спектакли Жени Ибрагимова, я бы, наверное, никогда не полюбил куклы. И когда я впервые увидел эти куклы, эти спектакли, мне понравился театр кукол. И получается, это раз, два, три. Это четвертая постановка в Казахстане. И пятое, это театр Мусрепова пригласил меня. Это был... Музыкально-драматический театр. Музыкально-драматический театр. Муканово. Да, Муканово. То есть театр Муканово, Сабита Муканово. Для меня был очень... Выбор неожиданен. Я им предложил много названий. Они выбрали «Шинель». Гоголь. «Шинель» выбрал казахский театр, а русский театр погоден на Казыкорпиш. Мне кажется, это даже очень хорошо, потому что тогда по-новому раскрывается автор. А Гоголь, он очень хорошо ложится, потому что я до этого работал главным режиссером в Абакане. Это Хакасский национальный театр. И мы несколько раз ставили Гоголя. Это было удивительно. Это же национальный театр. А Гоголь хорошо лег. Такой какой-то... Автор такой, можно сказать, космический, мистический, очень пластичный. Он ложится на любую ментальность. И очень органично, хорошо артисты существуют. И вот здесь вот мы сейчас приступили, только приступили. Но премьера у нас тоже намечается в ноябре месяце. Так же, как и Казыкорпеш и Баян Цулу в конце ноября. Да, в конце. Вот, Ирина, как шла работа над ролью? Как работает с новым режиссером? И как вам работают с актерами именно нашего театра? Раз у вас такая замечательная, богатая просто биография, география работы с различными театрами, с актерскими трупами. В чем отличие, скажем, нашей актерской трупы от других? А вот, Ирина, вопрос особенностей работы именно с этим режиссером. Ну, я могу сказать, что у нас сейчас на сцене очень много молодежи. Когда приходишь на репетицию, смотришь на сцену, как там валяют дурака наши молодцы в хорошем смысле, конечно. Потому что Батор сделал банду, можно сказать, из этих пацанов, сорви голов таких. И когда смотришь на них на сцене, от них идет такая энергия. Там кони, джигиты, молодость, задор, азарт. Это все тоже действующие персонажи на сцене. Мы две мамочки, мамы Куникей и Макпал. Мы просто не можем быть старухами. То есть мы тоже... При таких замечательных детях, да-да. И мы тоже стараемся соответствовать тем. То есть у нас нет специально старушечьих каких-то повадок. Даже убираем мы такие слова, старуха там и так далее. Потому что у нас все дышит там. Это вне времени, вне возраста. Это молодость, чувство. Это все люди. И отношения там настоящие, как у людей, а не как в картонных истуканах, да, которые, как бы, легенда иногда отдает таким нафталинам. Мы стараемся, чтобы это были живые люди. И Баттер очень много времени тратит на то, чтобы посадить это зернышко в нас, заставить нас жить, а не притворяться, не изображать. Это не всегда получается легко, потому что актеры и народ заштампованы чаще всего. И чаще всего идет по проторенному пути, как привык. Текст выучил, руками развел, вроде как бы роль уже и сделана. Но Баттер не сдается. Вносит свои яркие такие коррективы. Старается нас подтолкнуть все-таки к своему видению. И я считаю, что это правильно. Я вообще считаю, что самый главный человек в театре – это режиссер. И его мнение и его видение спектакля является, ну, законом для нас. Поэтому, как бы нам не было привычно, легко ли или непросто, мы стараемся соответствовать для нас мнение Баттера. Очень важно. Про особенности вы сказали. Чем отличаются нас актеры от других? В каждом театре, конечно, есть какие-то отличия. Но, в общем-то, театры, они немножко все похожи друг на друга. Отличие в том, что сейчас подход немножко изменился к постановкам, к пьесам, к трактовкам. Мне ближе трактовка Римаса, Владимира Туминаса и Марка Анатольевича. Раньше было такое понятие, особенно такие театры, как Малый театр любил, понятие было такое характер. Играли, да и в кино было такое понятие характера. Сейчас есть понятие человек. Оно принципиально в корне отличается. Характер – это набор каких-то определенных штампов. Такой человек яркий, харизматичный, какой-то такой определенный, сангвиник, холерик, меланхолик. По психотипам, скажем, конкретно разграниченными. Да, скажем так, ближе к этому. А все-таки понятие «человек» намного шире, глубже и оно безграничное. И человек не может быть ни добрым, ни злым, ни коварным. В нем все это есть. То есть это просто живой человек. И сложность в том, что сейчас добиться вот этого. Дело в том, что раньше было такое понятие русский психологический театр. Но, к сожалению, таких театров сейчас нет. Есть какие-то островки, которые напоминают. В Петербурге есть театр Льва Абрамовича Додина. Есть театр у Моста, где Федотов работает. Дело в том, что русский психологический театр в том понимании, в котором он был и создавался еще тогда корифеями, он очень сложный. И подготовка к нему требует огромного, длительного подготовительного периода. Там нужно полное погружение и перевоплощение. Что нельзя сделать в современных реалиях. Спектакли выпускаются в Москве два месяца. Во всех остальных городах России обычно это один месяц. То есть сроки сжались, скажем так, мало времени. За это время нельзя поставить настоящий полностью такой психологический театр. И мы существуем ближе к системе Вахтанговского театра. Даже Брехтовская система. И в этой системе театр все равно хочет сохранить эту связь с русским психологическим театром. И вот поэтому сейчас актеры стараются, режиссеры стараются сделать такой способ существования близкий к кинематографу. То есть какое-то очень правдивое, живое существование. Живой человек. То есть за это время, за месяц нельзя погрузиться и стать, например... Но это не говорит о том, что это будет поверхностное какое-то, да? Нет, конечно. Мы максимально приближаемся. Осмысление и... Да, потому что основа... Система Станиславского всегда стоит в основе. Это классическая школа. Классическая школа, она как есть, так и остается. Это она самая главная. Но мы стремимся к тому русскому психологическому театру, который был создан основателями театра, максимально возможными способами. Это один из способов это все-таки делать живого человека. Чтобы у него все реакции были, как у нас в жизни. Чтобы он очень живым был на сцене. И это есть вроде и легко, и сложно. И мне кажется, это самое интересное. Тогда актер раскрывается шире, потому что человек настолько безграничен, бездонен, что он никогда не может раскрыться до конца. Ну да, как говорила Ирина, что мы живем на сцене, да? Мы не что-то из себя представляем, выдавливаем и играем. Мы живем на сцене, да? Это наши чистые эмоции. В большей или меньшей мере. Да. Стараемся, по крайней мере. Когда получается, да. Да. И еще есть одна сложность такая, которая существовала в древнегреческом театре. И сейчас вот я ее иногда исповедую, иногда не успеваю даже, ну, если не понимают, я не говорю. Но есть такой невидимый зритель, который находится где-то там наверху, и актер должен играть не в горизонталь, а по вертикали. То есть он играет не туда, а наверх, небесам. Не в зал, да? Да. Ну, конечно, через зрителя, но больше туда обращено, в небеса. Это вертикаль получается. И тогда получается как бы такой какой-то полет над бытом. Мысли его, и как бы где-то там находятся далеко, и небеса следят за нашу игру. Вся жизнь наша... Как вот сказал Шекспир, есть такая фраза. Весь мир театр. Люди в нем актеры. Люди в нем актеры. И небеса следят за нашу игрой. Продолжается эта фраза, которую написал, на самом деле, Рансар. Но Никс. Да, вот. Все, кто не обидит. И вот эта вот фраза, как бы, то, что небеса следят за нашу игрой, то есть есть что-то невидимое, которое следит за нами, и вот этому невидимому мы играем, туда посылаем наши мысли. Вот это есть как бы самое сложное создать в театре. Ну, а вот особенности в подходе – это индивидуальность актера, потому что в каждом театре разные актеры же. Они же не похожи друг на друга. И вот найти ключ к каждому актеру. Вот в чем главная задача. Вот в чем главная задача. Для этого нужно много времени, но пытаюсь, насколько это возможно, найти ключ к актеру. Пожелайте нам удачи. Это самое главное. Я желаю вам удачи в этом, да, чтобы этот ключик, да, еще дверь эту открывал, да, чтобы ключик этот золотой все-таки нашлась и дверь, и ключ, как говорится. И чтобы все это вместе вкупе давало успех, успех спектаклю, успех постановки в целом. И я думаю, что совсем скоро, уже в конце ноября, мы увидим новую постановку Батора Дружевича у нас на Петропавловской нашей сцене в Театре имени Погодина. Еще раз вам успеха, удачи. Спасибо, что пришли вам. Наши телезрители благодарю за внимание. Увидимся в программе «С первых уст». Продолжение следует...